Здравствуйте, друзья! Знаете, я несколько лет уже преподаю английский язык и взрослым, и детям. И вот помню, когда я только начинал... Возьми, пожалуйста, ножку. Когда я только начинал преподавать, меня поразила одна и та же встречающаяся у практически всех детей лет 9-10, и есть реакция на английский язык. Они говорили примерно так. Что это такое вообще? Что это за язык? Почему эти англичане коверкают слова? Почему они называют кровать bad, хотя это... Все знают, что это кровать, да? Почему они называют человека person, все знают, что это человек? И это было искреннее удивление. Это не было какой-то игрой. Тогда я подумал, что вот помимо известного у всех детей феномена эгоцентризма, психологического феномена, есть еще лингвоцентризм. То есть для человека вообще, по всей видимости, не свойственно, неестественно отстраняться от собственного языка, от собственной речи и понимать ее. То есть язык обладает некой магией, некой силой завораживать реальность. И по детям это видно. Вот я сегодня вам хочу предложить такой способ анализа и понимания своей и чужой речи, который был предложен очень малоизвестным сегодня, я думаю, пока малоизвестным сегодня, философом Ойгеном Резвенштоком Хьюси. Это немецко-американский мыслитель предыдущего столетия. И идея, метод о котором я буду говорить сегодня, базируется на одной мысли фундаментальной. Это мысль следующая. Вот подобно тому, как ребенок не подозревает, что существует в действительности много языков, а не один, он убежден, что тот язык, на котором говорит мама, папа и он, это и есть собственный язык. А подобно этому же мы, взрослые, обычно не задумываемся, что в действительности внутри нашего родного языка мы говорим сразу на нескольких языках. Что в действительности внутри одного языка есть разные формы речи, которые между собой часто конфликтуют, и тогда мы имеем социальный конфликт, которые между собой часто просто не соприкасаются, и тогда коммуникация не возникает. Ну, чтобы это идти как-то проиллюстрировать, можно вспомнить любой пример популярных сегодня, снова, к сожалению, споров между атеистами и верующими. Вот когда такой спор слушаешь или читаешь, у меня лично часто приходит в голову мысль, даже не мысль, а афродиологизм, который есть в русском языке, который все вы знаете. Он звучит так. Они говорят на разных языках. Когда мы видим такой ожесточенный спор дух убежденных людей, мы понимаем, что они не могут договориться не только в силу того, что у них разные позиции мировоззренческие, не только в силу того, что они занимают разные социальные места в обществе. Мы понимаем, что, часто так бывает, во всяком случае, что два этих человека просто одержимы как будто бы языком, на котором они говорят. Ведь очевидно, что научные понятия и религиозные понятия совсем к разному отсылают. Научный язык и научные понятия всегда апеллируют к внешнему миру, к тому, что можно измерить, к тому, что можно померить и зафиксировать, посчитать. Религиозный язык, разумеется, не апеллирует, простите, к этой сфере. Религиозный язык оперирует к внутреннему опыту, к опыту мистическому, который, разумеется, велико не померяешь. И вот если об этом не помнить или не знать, то возникают, на мой взгляд, такие, ну просто монстры какие-то непонимания, типа поговорка, вы, наверное, все ее слышали, популярные в советские годы. Гагарин в космос летал, Бога там не видал. Вот о чем эта фраза говорит? Эта фраза говорит о том, что в нашем современном мире так сложилось, что господствующее место занимает научный язык. Поэтому с помощью этого научного языка высмеивается язык религиозный, в данном случае. Но так было не всегда. Вы, например, знаете, что в Средневековье, когда были изобретены оптические линзы, всерьез обсуждался вопрос, не является ли это дьявольским изобретением. Потому что оптические линзы – это то, что позволяет видеть предметы лучше, а значит испытывать к ним вожделение. Эти два примера говорят о том, что в разные эпохи, в разные социальные ситуации господствуют разные языки и разные мировоззренческие, соответственно, модели, которые тянутся за этими понятиями. Так вот, тот способ, которым я сегодня вам скажу, и который я продемонстрирую вам сегодня на примере конкретных кейсов, случаев коммуникации, он также еще и базируется на той мысли, что нет какого-то главного языка, какого-то главного мировоззрения, правильного какого-то мировоззрения. Существуют разные системы, существуют разные типы речи, и эти языки обслуживают разные сегменты социальной жизни. И я постараюсь вам это продемонстрировать. Ну и чтобы не быть голословным, давайте введем в нашу беседу первый объект для исследования. Это будет кейс, отрывок из спектакля «Голый король» по Шварцу, который был поставлен, если мне не изменяет память, в 1960 году в «Современнике». Там будет маленький диалог между первым министром и королем. Я прошу вас внимательно следить за речевым поведением этих героев, что они там говорят, что они делают. Потом мы разберем этот кейс. Можно следующий слайд? Ваше Величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество! Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски! Вы великий человек, государь! Да нет, Ваше Величество, нет! Мне себе не перебороть! Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но Вы, Ваше Величество, великан, святи, лан! Да ладно! Ух, король! Ух, умница! Иди, дай я тебя поцелую! И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза! Я ведь не такой король, как другие короли, я люблю правду, даже если она неприятна! Это очень серьезное произведение Шварца. Комичный эффект возникает от того, что мы понимаем, насколько речь первого министра комично не соответствует тому, что он в действительности как бы говорит там королю. Насколько его слова расходятся с его речевыми поступками. Вот посмотрите, что делает министр в этом диалоге. Как он начинает свою речь. Просто разберем структуру его высказывания. Он сначала говорит, я король, человек откровенный, я человек честный, я прямой. И даже кульминация вот этой его части, аспекта речи, когда он сказал, что он разнуданный. То есть в этом заключалась его кульминация. То есть это, что он сообщает этим самым королю? Он говорит сейчас ему, король, я буду говорить от всего сердца. Сейчас будет сказано нечто, что есть в моей душе, что есть в моих чувствах, что есть внутри меня. Первое. А потом он вводит другой тип речи, поддерживая свой главный тезис. Он говорит, я вот, знаете, стоял, смотрел, я тут все видел, что было, я все зафиксировал, все померил, вот смеялись там и так далее, стояли при мне. Что он этим самым говорит королю? Король, сейчас будет сообщено не только то, что у меня внутри. Сейчас я вам скажу, что есть наружи, что и на самом деле есть, и что я видел действительно. И когда он, подготовив базу вот этими двумя аргументами своей речи, он вводит, наконец, главный тезис. Вы великий человек, король, он говорит. И далее, чем он завершает, смотрите, он говорит еще в одном стиле, еще одной речью, когда он говорит, ух, король, ух, умница, вот так грозя пальцем. Как вы понимаете, что это означает в его речи? Это означает следующее, я думаю. Король, я даже могу вас поучать, смотрите, какой вы толерантный правитель, насколько вы доверяете нам, насколько вы доверяете своему народу и подчиненному, что вы позволяете даже ниже стоящим служащим вас поучать. Хотя мы понимаем, разумеется, что он его не поучает, он лишь делает вид. Это все игра, это все симуляция. Таким образом, мы видим, что первый министр говорит как бы в трех регистрах главных. Первый регистр – это его внутреннее чувство, то, что он чувствует. Второй регистр – это то, что есть в действительности, в объективной данности. И, наконец, третий регистр – он его поучает, как должно быть. Он делает вид, конечно, разумеется. И мы понимаем, в принципе, что в этой речи первого министра нет ни одного слова правды, что все это ложь, что это игра. И мы даже видим, что сам король понимает, что это ложь, когда он морщится на эту фразу, что он великий король. Возникает вопрос. Если оба коммуниканта знают о том, что сейчас не было сказано ни слова правды, почему эта коммуникация, очевидно, удалась? Ведь мы видим, что они оба, в принципе, довольны. Они целуются, и, по-моему, они вполне удовлетворены общением в конце. Какие у вас версии? Почему они довольны? Они довольны, поэтому удалось. Что? Почему? У обоих удовлетворил. Почему? А там-то и вопрос. Почему? Потому что им приятно. Одному нравится, когда его возвеличивают, другому используют это как инструмент достижения своих целей, а может он и... То есть им приятно от комплиментов королю. Хорошо, королю приятно, но а министру зачем? Ему это помягче сказать. Ну, не будем говорить. Давайте не будем. Хорошо, а зачем это министру? А министру, чтобы оставаться министром, потому что он знает, что если он пару раз... Это, кстати, у Толстого даже есть, когда, ну, долго рассказывали. Да, то есть, вот... Сперва мне это не нравилось, а потом... Вот, спасибо. Вот вашу гипотезу, я за нее зацеплюсь. А в действительности, что говорит министр королю? Если мы обратимся к его главной фразе, «Вы великий король», он говорит ему следующее в этой фразе. Король, давайте каждый останется на своих местах. «Вы будете королем, я буду министром». То есть, в действительности он не сообщил ничего о внутренних чувствах своих. Это понятно. Он не сообщил ничего о внешней достоверности. Он его не учил ничему. Он его призвал к тому, чтобы сохранить все как есть, оставить все на своих местах. И вот здесь, почему я сказал, что это серьезное произведение Шварца, на мой взгляд, Шварц скрывает в действительности социальную сущность коммуникации, которая не сводится к обмену информации, которая не сводится к чисто вербальной и невербальной форме. Идея следующая, что социальная сущность всякой коммуникации состоит в социальном императиве, который один коммуникант посылает другому. Социальный императив первого министра звучит примерно так, как я уже озвучил. Останем все как есть. Мы с вами в одной лодке. Вы король, я министр. Давайте будем плыть на ней дальше. Вы будете плыть в этой короне, а я буду в этом мундире. Он ему говорит. То есть, мы понимаем, что действительно социальный смысл этой коммуникации только в этом состоит. Можно следующий слайд? И вот я предлагаю вам такую схемку всякого коммуникативного акта. В центре любого общения стоит социальный императив. То есть, первый министр не призывал короля к тому, чтобы они были друзьями и эмоционально как-то обменивались. Он не призывал к нему о том, чтобы они как-то исследовали внешнюю реальность и выяснили, действительно он великий король или, может быть, это только кажется. Он призывал к определенной вещи, сохраним традицию, как она есть. Социальный императив тянет за собой два других аспекта. Сейчас, давайте я сделаю монолог, а потом обсудим. Социальный императив определяет за собой последующие элементы любого коммуникативного акта. Это коммуникативная роль и языковая форма. Коммуникативная роль первого министра в соответствии с его императивом – это соратник. Тот, кто находится в одной лодке с тем, кому он обращается. Языковая форма его – это так называемая ритуальная речь, ритуальная форма речи. Он настолько затемняет для нас эту форму, мы настолько опьянены его игрой и его другими приемами из других речей, что мы не замечаем, какое ключевое слово во всей его речи. Какое, как вы думаете? На мой взгляд, это слово «король». Ведь он не мог бы ему сказать так, например, «Вы великий человек, Генрих», или «Вы прекрасный человек, мой друг». Самое главное, что он говорит «король», и он повторяет некую ритуальную форму для того, чтобы оставить все как есть. Этой языковой форме в русском языке соответствует такое местомение «мы». Можно условно обозначить как языком «мы» – ритуальная речь. Вот это один из видов речей. Забегая вперед, скажу, что по всей видимости существует всего четыре фундаментальных социальных императива, коммуникативной роли и языковой формы, которые и определяют направление всякой коммуникации. Можно следующий слайд? Я теперь предлагаю вам, используя ту схему, которую я вывел на экран, попробовать проинтерпретировать уже реальный случай общения. Это разговор, так скажем, в коридоре университета N между двумя коллегами из реальной жизни. Вот он так и звучит. Первый собседник говорит второму. О! Который ему отвечает. Что значит «о»? Это значит, что я рад вас видеть. А я думаю, это значит, что вы не помните, как меня зовут. Если пример с голым королем – это скорее пример успешной коммуникации, виртуозной коммуникации, то это скорее кейс, демонстрирующий некую дискоммуникацию, некую неудачу. Если мы попробуем проинтерпретировать вот этот случай с помощью понятия, которые я ввел, получится интересный результат. В первом случае, первый говорящий, когда говорит «о» второму, какой социальный императив он ему посылает? Очевидно, что человек, который пользуется междоментиями любыми «о», «ура», «ох», «ах», «ух ты», он, разумеется, ждет некого эмоционального отклика от собеседника. То есть этим словом «о» он как бы говорит своему коллеге «сопереживай мне, смотри, как я рад, давай дружить, будем друзьями». То есть он, вкладывая этот императив в свою речь, он встает на коммуникативную роль друга и, соответственно, очень точно подбирает языковую форму. Ведь посмотрите, какая языковая форма подобрана в этой первой реплике. Это даже не артикулированное слово, это даже не мысль, это некая живая эмоция, не оформившаяся даже еще слова, возглас. И вот смотрите, что делает, конечно, потрясающе второй собеседник, он совершает убийство в наших глазах. Он берет эту живую эмоцию, которая трепещет еще у него в руках, это смеждамитие «мо», и превращает ее в холодный объект научного анализа. Он говорит в третьем лице, без личной формы, что означает «о». Вы знаете, что анализ переводится, в древнегречестве, как расчленение трупов. То есть мы видим, что второй участник коммуникации, мягко говоря, не отвлекается на императив «сопереживай мне». Он скорее посылает ему обратный императив, он говорит ему «будь рационален, посмотри, ты что-то переживаешь, а давай исследуем это, давай узнаем, что это означает». Приведем, так сказать, структурно-функциональный анализ твоего текста, он говорит ему. Таким образом, он встает на коммуникативную роль, которую условно можно обозначить как специалист, как некий эксперт в какой-то предметной области. Такая речь всегда безлична, не случайно все диссертации, все дипломы, научные работы пишутся в таком стиле, в безличном стиле. Потому что предполагается, что здесь человек и его чувства, его психология не имеют никакого значения. Мы говорим о некой объективной третьей истине, в третьем лице. То есть мы видим, разобрав некие скрытые механизмы вот этого разговора, что уже в первых двух репликах началась война. Что это уже противоположная императива. Потому что, согласитесь, быть рациональным, быть эмоциональным, это часто вещи противоречивые, противоположные. И что происходит дальше? Дальше война развивается по восходящей. Посмотрите, что делает первый собеседник. Он говорит, это значит, что я рад вас видеть. Появляется вторая речь и вторая форма речи. Это значит научная речь, обезличенная, сухая. И снова, я рад вас видеть. Эмоциональная. Но мы понимаем большую разницу между, что значит О, второго собеседника, и это значит первого собеседника. А разница следующая. Во фразе, что значит О, содержался социальный императив коммуниканта. Он сказал ему, будь рационален. Но во фразе, это значит, что я рад вас видеть, содержится другой императив этого говорящего. Он ему говорит этой фразой, отвечая механически вопросом на вопрос. Вернее, вопросом на ответ в точной форме. Он ему говорит, друг, мы говорим на одних языках, посмотри, что кумию. Ты говоришь, что значит, а я тоже говорю, это значит. Смотри, вот, мы на одном языке. То есть он как бы мимикрируя под язык своего собеседника, подкладывает в действительности туда другой императив. Императив эмоциональный, снова императив друга. Таким образом, он остается на своей коммуникативной позиции друга, не уходя ни в какую другую. И вот, наконец, первый собеседник делает уже настоящий комбо. Это уже виртуозная игра на уровне Игоря Каваши, Евгения Истегнеева, из того примера. Он ему говорит, смотрите, а я думаю, начинается фраза его. Вот я думаю, что, в принципе, здесь можно было поставить точку. Это было бы очень эффектно. Иротас видеть, а я думаю. То есть он ему что говорит этой фразой? Он ему сообщает нечто о своем внутреннем мире, как и тот, но он говорит, в моем внутреннем мире нет радости, в моем внутреннем мире мысль. Я думаю, я холоден. Далее он снова повторяет научную речь, такую обезличенную, эту, значит, и, наконец, как бы главное место его высказывания, последнее, это что вы не помните, а вы не помните, как меня зовут. Вот это высказывание привлекает сюда уже еще один вид речи, другой. Когда кто-то кому-то говорит ты или вы, на самом деле вы это то же самое, что ты, только более вежливая форма, а все вежливые формы нужны для того, чтобы скрыть, как бы, реальный императив, реальную властность в общении. Так вот, когда кто-то говорит кому-то ты, он становится ментором этого человека. Такая идея. Если вы говорите кому-то ты и говорите что-то, типа, что вы не помните, как меня зовут, вы этим самым говорите ему, ты ошибаешься, ты неправ. И этим самым первый собеседник выстраивает иерархию. Он становится, как бы, таким наставником в этой коммуникативной игре для первого собеседника. И мы понимаем, что этим он достигает, видимо, своей цели. Потому что, по всей видимости, цель этого второго собеседника была в том, чтобы отстроиться эмоционально от первого собеседника. И когда он выстроил иерархию, когда он сказал, что вы не помните, указал ему на ошибку, потом продемонстрировал, что, как он умеет хорошо анализировать кейсы, когда он выдал такую оригинальную гипотезу, да, про его возглас О, он тем самым показал, что он ему не друг. Он стоит на другой коммуникативной позиции, и ему не нужна позиция первого собеседника. Почему первый сказал вас? Сказал бы тебя. Сразу. Ну да. Если мы спросим, а почему так случилось в этом кейсе, что первого собеседника не получилось достичь своей цели, то ответ, я думаю, нуждать такой. Первый собеседник в данном случае выбрал ошибочную коммуникативную роль. Мы можем предположить, что если первый собеседник, например, подошел бы ко второму в коммуникативную роль коллеги и сказал бы, здравствуйте, Иван Петрович, как ваши студенты. Наверное, коммуникация пошла бы более гладким путем. Или если бы он выбрал коммуникативную роль такого же специалиста, который выбрал второй собеседник. И что-нибудь сказал бы вообще о погоде, например. Таким очень спокойным, холодным языком. Коммуникация, наверное, тоже шла бы иным путем. Таким образом, можно вывести и говорить о четырех главных коммуникативных ролях, социальных императивах и языковых формах, которые мы с вами используем в общении. Вы уже слышали про первую. Это роль соратника, который виртуозно демонстрировал первый министр. Эта роль предполагает социальный императив, поддерживает традицию. Такой императив всегда направлен на то, чтобы сохранить прошлое. И мы видели прекрасно, что первый министр общался по сути даже не с человеком, этим королем. Он общался буквально со статусом. Это статус, он общался со статусом. Это ритуальная речь. И за этой речью можно закрепить местоимение «мы». Это всегда императив «мы». Императив к единству. Кстати говоря, опять же, возвращаясь к примеру научных защит, например, вы знаете, что на научных защитах, на защитной диссертации говорят, не я провел исследование. Говорят, мы провели исследование. Мы выявили. Что это означает? Ну, простая интерпретация. Это означает, что в данном случае коммуникант проходит проверку на способность артикулировать ритуальные формы речи. А может ли он говорить, как мы говорим? Поэтому он говорит, не я говорю, а мы сейчас говорим на нашем языке, не на моем. И поэтому можно сделать нехитрый вывод о том, что залог любой успешной коммуникации – это соответствие языковой формы и коммуникативной ситуации. Если вы на научной диссертации начнете изливать свои чувства и говорить о том, как вы любите всех или ненавидите всех, это одинаково плохо, я думаю. Скорее всего, у вас не получится то, что вы задумали. А вторая коммуникативная роль, противоположная роль соратника – это роль наставника. Та, которая приявилась у второго собеседника во фразе «Вы не помните, как меня зовут». Если роль соратника и императив соратника направлены на сохранение прошлого, то роль наставника и его императив прямо противоположен. Этот императив предполагает «меняй ситуацию, меняй себя». Он предполагает некий прогресс. И в обществе, в социальной структуре за две эти речи отвечают такие две фигуры, как в первом случае священник или юрист, то есть носитель некой традиции, устойчивых форм. И во втором случае, как революционер или политик, который всегда ориентирован на то, чтобы создавать новые возможности, превосходя по предыдущему опыту. Форма, языковая форма коммуникативной роли наставника – это «ты» речь, прогрессистская речь. Например, на этом языке говорят все преподаватели. И если вы вспомните какие-нибудь примеры, я думаю, почти любой преподаватель, говорящий на этом языке, обычно такой человек часто очень властный. То есть он все время на этом языке и говорит. Такое бывает. Об этом речь пойдет дальше. Вот эти две коммуникативные роли, два этих языка, они расположены как бы на временной оси коммуникации. Это ось прошлого и ось будущего. Две остальных речи и коммуникативных ролей расположены в пространственном измерении. Друг, коммуникативная роль друга и лирическая речь – это всегда «я» речь. Это всегда речь о том, что у меня внутри сейчас, о моих чувствах. И эта коммуникативная роль соответствует императиву «сопереживай мне». Давай делиться эмоциями. То, что хотел первый собеседник в том кейсе. Ну вот, за эту речь отвечает и производит вообще эту речь такая фигура в обществе как художник или поэт. В этом смысле я убежден в корне неверное представление о том, что поэт, художник – это некий такой витающий в облаках какой-то, значит, мечтатель, который ничего не знает о мире, но очень красиво может писать или там говорить, или петь. В действительности художник, поэт – это тот, кто умеет очень точно артикулировать, очень точно выразить психологический опыт коллектива. Тот, кто может говорить на этом языке внутренних чувств, понятным остальным. А и, наконец, противоположный язык и противоположная коммуникативная роль другу – это специалист. Это некий холодный такой субъект, который говорит на отстраненном языке. И в этой коммуникативной роли тоже есть императив. Этот императив следующий – зная, как это устроено или будь рационален. Это может показаться странным, но когда кто-то говорит два плюс два – четыре, в реальной коммуникативной ситуации, в общении людей, это всегда, даже это высказанное содержит в себе императив, призыв. императив, потому что кто-то говорит два плюс два – четыре, он говорит, считай, не чувствуй сейчас, не плачь и не смейся, считай. Два, еще два, будет четыре. Это императив – знай, будь рационален. Это оно, речь, то есть речь о неком третьем объекте, о котором говорят коммуниканты. И вот из этой схемы нетрудно вывести некие типичные ошибки в коммуникации. Вот первый вид такой ошибки – это ошибочный выбор коммуникативной роли. То, что мы видели в кейсе разговора в университете. Это проблема места, я думаю, вот эта ошибка. То есть проблема, возникающая из-за того, что человек неверно идентифицирует место коммуникации и свою коммуникативную роль. Приходя на научную конференцию, он говорит о том, как ему понравился вчерашний фильм. Или приходя на любовное свидание, он говорит о том, как прекрасна теория относительности Эйнштейна. И описывает ее математические формулы. Это ошибочная коммуникативная роль, которая ведет к дискоммуникации. А всякая дискоммуникация означает то, что ваш императив, ваш призыв к другому собеседнику не был услышан. Его либо высмеяли, либо отвергли, либо стали в противостоянии. А второй типичный вид дискоммуникации – это неосознанный социальный императив. Очень часто человек не просто не задумывается о том, какой призыв он осуществляет к собеседнику. Он даже не знает, что он в принципе его осуществляет. Знаете, многие люди как бы общаются на автомате просто. Ну, как Бог на душу положит, так и говорю. В действительности, вот фундаментальная идея этого подхода, которую я до вас уже доношу несколько раз, стоит в том, что любое общение предполагает императив. Даже если человек не знает, что он вкладывает императив, он его вкладывает в любом случае. Мы не можем сказать ничего без призыва к другому. В реальной коммуникативной ситуации. В реальном общении. Такая коммуникация – это обычно наивная коммуникация. То есть, если вы спросите такого человека, зачем ты это говоришь, он скажет, ну просто, ну ничего, ну говорю, ну хочется. То есть, он не имеет цели коммуникации. Это проблема цели. Если первая ошибка – это проблема места, то вторая ошибка – это проблема цели коммуникации. Она неосознанна. Она не отрефлексирована. И, наконец, третья причина коммуникативных сбоев – это одержимость языком. Или частично анимата. Две страны одной медали. Знаете, у меня есть такая знакомая, которой дали очень высокую управляющую должность в организации. И она мне рассказывала, что она очень долгое время, понимая, что ей нужно руководить людьми, что у нее такая роль теперь, что необходимо приказывать, грубо говоря, не могла артикулировать эти приказы. Она не могла говорить командным голосом. У нее этого не получалось. Что это означает? Это означает, что у этого человека есть некие проблемы с языковой формой. Он понимает социальный императив, который нужно посылать этот императив, меняя ситуацию или изменяя себя. Руководитель всегда указывает на будущее. Он всегда говорит не о прошлом, он говорит о будущем, что нужно сделать потом будет. Она понимает коммуникативную роль, что это наставник, ментор, но она не может говорить на этом языке. Она не освоила этот язык. И наоборот. Мы знаем, что некоторые люди как бы одержимы одним языком. Директор, который приходит с работы и домой, и начинает управлять всем, что движется в квартире у себя дома. Он привык говорить на этом языке наставника. Он не может из него выйти. Он может понимать, что это неуместно здесь, что это не нужно, что его коммуникативная роль сейчас там муж или друг, или еще кто-то. Но он как бы не может выйти за пределы этого языка. Он им одержим. И вот, подытоживая, можно следующий слайд? Подытоживая все вышесказанное. Я вот вывел для вас здесь основные тезисы, которые я хотел сегодня до вас донести. Первый. Тезис о коммуникации, об общении между людьми. Стоит в следующем. Характер коммуникации определяется социальным императивом. А социальный императив есть в любом высказывании. Не словами определяется коммуникация. Не невербальными факторами. А социальным императивом. Который посылает один человек к другому человеку. Второе. Мы говорим действительность не на одном языке, а на четырех языках. Это язык прошлого и будущего. То есть язык ритуальный, язык прогрессистский, революционный. Это язык внутреннего и внешнего. То есть язык лирический, язык чувств, язык науки. Научный язык. И, наконец, третий тезис, который не звучал в лекции напрямую, но который как бы лежит в основании всех этих построений. Стоит в следующем. А коммуникация в действительности это непрерывный процесс создания и поддержания упорядоченного стояния в обществе. Через речь. Если вы ведете определение коммуникации в интернет, в гугле, вам выдаст там определение. Коммуникация это обмен информацией между живыми организмами. Вот на мой взгляд, я солидаризируюсь здесь с взглядом Ольги Ростока-Хюсика, на которого я сегодня опираюсь. То есть, эта коммуникация не сводится к передаче информации. Потому что для того, чтобы люди могли обмениваться любой информацией, уже необходимы некие условия, чтобы этот обмен состоялся. У них уже должен быть некий общий язык, у них должно быть общее место. Они уже должны разделять конвенцию, чтобы вообще общаться это хорошо, а не сидеть дома, например, позовет у Бродского, не входя из комнаты. То есть, коммуникация в действительности, помимо того, что это действительно обмен информацией, она еще и создает условия для всякого обмена между людьми. А и социальная сущность языка состоит именно в создании таких условий. А главный канал для творения общества и связи между людьми – это наша речь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ